МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии специальный выпуск информационной программы Республика в студии Елена Гальперина. Сегодня в России единый день голосования. В Чувашии мы выбираем главу региона, руководителей муниципалитетов и депутатов. Сегодня в России единый день голосования. В Чувашии мы выбираем главу региона, руководителей муниципалитетов и депутатов. В учебном участке Михаил Игнатьев появился в половине 10 утра вместе с семьей. Как и положено, имеющие право голосовать, предъявили паспорта, получили бюллетень для голосования и отправились в кабины. Сын Михаила Игнатьева Иван проголосовал впервые. Праздничное настроение. В первый раз проголосовал. Почувствовал, что стал гражданином Российской Федерации. Настроение хорошее, бодрое. Погода прекрасная на сегодняшний день. Сегодня праздник практически. Единый день голосования, день выборов. Это всегда было настоящим праздником для всех граждан Российской Федерации, для всех избирателей. Мне сегодня с утра доложили, что 1184 избирательных участка открылись. Полагаю, что выборы пройдут на достойном высоком уровне. На данном избирательном участке активно голосуют с самого утра. Люди приходят с семьями. Считаем своим долгом и обязанностью. Обязательно. Тем более растет прямовое поколение. За него и голосуем за будущее. Это выражение солидарности со всей страной и выражение своего согласия с тем или иным кандидатом. Доверие, в первую очередь, и надежда на лучшее будущее нашей страны. Кандидат от КПРФ Валентин Шурчанов проголосовал в Чебоксарской средней школе номер 2. По традиции сказал про пресловутый административный ресурс. Ваш прогноз, он надо у власти спрашивать. А у меня где? Сейчас 9-й. Самый первый стол. В 10 часов на участке уже активно голосовали. Перед кабинами для выбора даже образовалась небольшая очередь. Получив бюллетени, Валентин Шурчанов предпочел не ждать, а перед всех зайти в кабинку. Олег Николаев, кандидат в главу от «Справедливой России», голосовал в средней школе деревни Харкасы. На избирательный участок он пришел всей семьей. Бюллетени пришлось разделить. Все три вместе в ящик не помещались. Я сам так был воспитан во время Советского Союза и еще рос. Поэтому в то время каждые выборы, хотя они были, может быть, и формальными, но тем не менее это был всегда большой праздник. И то, что меня самого приучили всегда с родителями ходить туда, тем более тогда для нас это был такой знаменательный день. И, естественно, всегда мы это практически всегда практикуем, ходить на выборы с семьей. Сегодня голосуют во всех без исключения районах Чувашии. Одним из первых с нами на связь вышел Канажский район. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся в Канажском районе. У нас начались выборы в 8 часов. Открылись 70 избирательных участков. Количество избирателей у нас на сегодняшнее утро 26 748. В 8 часов все 70 участков открылись. Народ начал идти уже активно. Голосуют. Ну и праздничное настроение. Сегодня и погода способствует тому, чтобы людей было хорошее настроение и больше пришли. С утра солнце, свежесть. Я думаю, сегодня выборы пройдут на очень хорошем уровне. В Чувашии в выборах участвуют более 960 тысяч человек. По всей республике работают 1184 участка. Своим правом избирателя уже воспользовались премьер-министр республики Иван Моторин и глава столицы Леонид Черкесов. Иван Моторин проголосовал по месту жительства на избирательном участке номер 780 в Чебоксарах. Я дисциплинированный избиратель. Голосую один из первых. Как сегодня, с утра. Выполнил свой гражданский долг проголосал. Каждому нам право, взрослому гражданину избирательное право. И им нужно воспользоваться. Так как от твоего голоса зависит дальнейшее формирование и законодательных органов власти. Ну и в данном случае выбор главы Чувашской республики. Тем более прямых выборов главы Чувашской республики не было более 10 лет. Некоторые, может, даже не помнят, этого не участвовали. Ровно в полдень на свой избирательный участок прибыл глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Опустив избирательный бюллетень в урну, он признался, что в первую очередь голосовал не сердцем, а разумом. Я проголосовал за стабильность, за последовательность и решение тех проблем, которые у нас в республике решаются. За партию реальных дел и за тех кандидатов, которые реально общаются с народом. Алексей Табинов, Анастасия Алексеева, Александр Петров, Сергей Рябчиков. Республика. Напомним, выборы в органы местного самоуправления проходили у нас 5 лет назад. Госсовет Чуваши был сформирован в декабре 2011 года. А всенародные выборы главы республики проходят в республике впервые после почти 15-летнего перерыва. Сегодня единый день голосования для всей страны. В 24 регионах проходят выборы глав и в органы местного самоуправления. Однако есть субъекты федерации, где руководители выбирают в парламенте из предложенных президентом страны кандидатур. Приводя республиканское выборное законодательство в соответствии с федеральным, Госсовет Чуваши в 2013 году принял решение, что главу будут выбирать всенародно. Это было правильное решение, что народ сам должен выбирать. Это правильно, оценивая тот путь, который мы прошли. И то, что мы сделали, и кандидатам дают право выйти и смотреть в глаза избирателя. В здании института образования разместились сразу три участка. Микрорайон застраивается высокими темпами. Жителей электорального возраста здесь много, так что пришлось потесниться. Но, несмотря на многолюдность, члены комиссии стараются уделить внимание всем. Особенно тем, кто принял участие в выборах впервые. Созданы сегодня все условия и работа участковой комиссии. Сама атмосфера такая праздничная. И мне кажется, с учетом того, что погода сегодня еще такая прекрасная, люди на самом деле с праздничным настроением приходят выбирать будущее республики. Многолюдно на всех участках, расположенных в спальных районах Чебоксар, идут голосовать не только семьями, но и подъездами, и дворами. Я считаю, что каждый должен исполнить свой гражданский долг. Потому что мы определяем будущее нашей республики на ближайшие годы. И, конечно же, мне кажется, любому человеку он не должен остаться в стороне. Мы не должны быть пассивными. Поскольку многие вопросы и решение многих вопросов зависит исключительно от нас, от избирателей, от горожан, от жителей нашей республики. Несколько тысяч молодых избирателей Чувашии сегодня голосуют впервые. Среди них и корреспонденты национального телевидения республики. Сегодня, 13 сентября, я впервые переступила порог избирательного участка, чтобы сделать свой выбор. Всего таких, как я, в республике около 10 тысяч. Вопросы, конечно, были, но все они оказались разрешимы. Где располагается нужный участок, есть ли в кабинке ручка и как опускать бюллетени. А их оказалось три. Впервые голосующим хотелось сделать все правильно. Для молодых, которые вновь приходят голосовать, для 18-летних, это, конечно, ответственный шаг. Сам процесс зайти в кабинку, проголосовать, отдать свой голос за своего кандидата, за которого они хотят проголосовать, это очень ответственно и интересно. Молодые избиратели голосуют за стабильность и развитие. В первый раз пришла на выборы, потому что, думаю, что молодежь уже с 18 лет должна активно участвовать в жизни республики, особенно на выборах. От голоса каждого из нас зависит будущее нашей республики и всей страны. По традиции, 18-летним избирателям подарки. В первый раз у нас включаются подарки. Увидев процесс выборов изнутри, я убедилась, что прийти и поставить галочку напротив фамилии одного из кандидатов – дело несложное, но очень важное. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. На Камчатке избирательные участки уже завершили свою работу, а в Чувашии день голосования в самом разгаре. Самое большое количество избирательных участков – 202, сформировано в Чебоксарах. Напомним, здесь выбирают главу республики и депутатов Чебоксарского городского собрания 6-го созыва. Предыдущий состав Чебоксарского городского собрания депутатов жители столицы Чувашии выбирали в 2010 году. С тех пор система несколько изменилась. Теперь при выборах используется смешная система. По мажоритарной выбирают 21 депутата одномандатника, еще 22 депутата по партийным спискам. Так что горожане получают три бюллетеня. Один по выборам главы Чувашии, два по выборам депутатов горсобрания. Каждый человек, конечно, должен сегодня проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Пять лет мы должны работать еще с новой властью. Те депутаты, которые придут работать в городское собрание, будут решать очень многие вопросы жизни нашего города. И, конечно, выборы главы республики – это очень важно, потому что как мы будем жить, как наша жизнь сложится, сохранится наша стабильность – это очень серьезно зависит от той кандидатуры, кто будет главой республики. Поэтому я сегодня на выборах. У меня радостное настроение. Я думаю, все будет хорошо. Всего в выборах принимают участие представители восьми партий. «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Патриотов России», «Яблоко» и «Коммунистов России». Конечно, посещаемость в дневное время лучше. Надеемся на хороший процент посещаемости. Думаю, что люди все-таки сделают свой правильный выбор. У каждого человека есть какая-то надежда. И все же хотят лучше жить, достойно жить, получать достойную зарплату, чтобы старость была обеспечена, чтобы пенсия была достойная. Люди, которые проработали всю жизнь. Вот. Все надеются на наших депутатов. С начала работы избирательного участка номер 692 из 1800 человек уже проголосовало более 300. На мой взгляд, выборы – это очень важное событие в жизни любого общества. И мы выбираем свое будущее. Мы выбираем, кому доверяем. Своё будущее, своих детей. Право выбирать есть у каждого человека. Но некоторым людям необходимы особые условия, чтобы они своим правом могли беспрепятственно воспользоваться. Как оборудована доступная среда на избирательных участках, выясняла Анастасия Алексеева. Юрий Ефимович на избирательный участок по традиции приходит со своей женой. И это не только его желание, но и необходимость. Поставить галочку в бюллетень для него непростая задача. Юрий Ефимович не видит с детства. Всегда я пользуюсь помощью, посторонней помощью. Но если супруги времени нет, тогда сопровождает меня старший сын. Но я выборы никогда не пропускал за свою сознательную жизнь. Если избиратель не в силах прочитать бюллетень, он в соответствии с законодательством может воспользоваться не только помощью родственника, но и любого другого избирателя. Важно, чтобы он не был членом комиссии или наблюдателем. О том, что кто-то воспользовался помощником, в реестре член делает особую отметку. Не зря, чему в специально отведенном месте рассказывают содержание бюллетеня. И он указывает на того кандидата, за которого хочет проголосовать. Для людей, у которых нарушен опорный двигатель аппарат, который передвигается на колясках, во всех участковых комиссиях существуют пандусы. Также члены комиссии осуществляют поддержку, помощь тем избирателям, которые не могут двигаться либо с нарушением опорного двигательного аппарата. Для людей, которые плохо видят, на участках организованы специальные места для голосования, то есть дополнительное освещение установлено, находятся увеличительные стекла, чтобы можно было изучить содержание бюллетеня. Своё конституционное право способно осуществить и избиратели, которые не могут выйти из квартиры. Для этого нужно позвонить на свой участок до 14.00. Тогда члены УИК приедут и проведут процедуру выборов на дому. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Сейчас на связи с нами наш корреспондент Дмитрий Ковалёв. Он выехал в Цивильский район, узнаемый... Сейчас на связи с нами наш корреспондент Дмитрий Ковалёв. Он выехал в Цивильский район, узнаемый... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Шумерля, АллатР. В Чебоксарах явка тоже пока не самая высокая. Порядка 21-22%. Но это нормально. За 4 часа с начала голосования проголосовало уже почти четверть избирателей. Это, в принципе, в порядке вещей. У нас работает горячая линия, телефонная линия. На эту линию приходят звонки от избирателей. Многие интересуются ходом голосования. Некоторые уточняют, где им нужно голосовать, как они могут проголосовать. В том случае, если, допустим, по состоянию здоровья не могут сами прийти на избирательный участок, тут мы им объясняем, что избиратель в этом случае должен довести не позднее, чем до 14.00, до соответствующей участковой комиссии информацию о том, что он хочет проголосовать. Это можно сделать лично, по телефону, либо через родственников, друзей, соседей. И тогда рабочая группа участковой комиссии с переносным ящиком для голосования должна приехать на дом к избирателю, и он сможет реализовать свое конституционное право. В том, что касается жалоб, хочу отметить, что с утра жалоб не очень много. Каких-то существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данный момент нет. Все избирательные участки начали вовремя свою работу? Все, без исключения избирательные участки, в 8 утра открылись, и везде идет голосование. Пока наблюдатели сходятся в том, что серьезных нарушений на выборах нет. Я с вами прощаюсь в студии, а далее передаю вам слово. Спасибо, Регина. Мы еще в течение дня не раз вернемся в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики. А пока это все, о чем мы успели рассказать к 14 часам. Следующий специальный выпуск смотрите в 20.00 в эфире Национального телевидения Чуваши. Субтитры создавал DimaTorzok